Вот здесь был предложен проект, и господа журналисты, я опять к вам обращаюсь, давайте его сделаем. Называется кодовое название «Справженная Украина». Суть его следующая. Создать некую базу данных, которые делатели контента, типа меня, или эти медиаторы, которые по образованию, по медицине, по науке, по философии. Я делаю такой-то контент. Или сделаю. Победил на международной математике, сделал еще что-то. Но те люди, которые готовы написать, это «Справженная Украина». Журналисты, используя свой ресурс, на который вы работаете, будь то такие большие ресурсы, типа корреспондентов, телеканалов, будь то маленькие ресурсы, неважно. Выбирают из этого массива правильного контента и говорят «Справженная Украина». Победил там-то, сделал выставку такую, поставил спектакль такую, ты снял тебе такую, это и так далее. В чем секрет этой истории? Это горизонтальная, вы понимаете, не вертикальная система. И она, если вы с любой новостью, самая волшебная, появляетесь в медийном пространстве, она смывается из ленты за минуту, ну 5 минут, не больше. Если же появляется «Справженная Украина» и она появляется в новостейных клиентах хотя бы 4 раза в день, то тогда вдруг у тебя появляется медийный бренд с нулевой финансовой вливанием, который становится очень серьезным. А если 10 событий в день, то тогда это как бы хорошо. Если одно выйдет, например, на главную, да, и просто выйдет, а появится как главная, да. Если один раз в день это произойдет, то тогда это просто живет. И тогда это уже, как это, система реального влияния на ситуацию в стране. Но это должен быть сговор, да, такая, ну как бы сговор доверия друг к другу и сговор правильный. Это сховаривается. Ну вот я вам приглашаю точно работающим. Коллеги, я прощаюсь с вами, значит, бо мне через 10 минут надо выходить в прямой эфир на две годы, значит, и залишаю у вас наимно и Влада. Я дякую, уважаю, значит, прощаюсь с Владом, дякую, что вы пришли, можно было на раз в крайний раз, и зустрянемся на Гольфест. Йоу. До свидания. Ергения Данилова, я компания Украины. Женечка. Вот сутки. Ергения Данилова, я компания Украины. Я присутствовала на период в 2010 году, была подписана этим фестивалем, потому что я, правда, ничего подобного не видела. И хотела спросить, какие наружения будут в этом году и какой процент иностранных участников ожидается? Бюджет фестиваля в 2010 году составлял примерно полтора миллиона долларов. Это в какой-то степени ответ, да? Участников, я об этом говорю, ну, про полтора миллиона не говорю, но давайте. Участников, про цены не могу сказать, какой, но где-то 15 стран участников, да? И это касается и по музыке, и по театру. То есть театр будет интересно, точно не имеет смысла ходить. Ну, вообще, все будет интересно. Ну, опять же, чтобы не понимать, привести хороший театр, ну, такого формата типа Костолучева, Кристиану Группа, звезды театрального от Энмая. Это один спектакль, один показ порядка 150-200 тысяч долларов. Хотите такое смотреть? Найдите эти деньги. Будет неправильно привести. Это, извините, я жёстко говорю. Потому что, опять, Вы сказали очень нефантильно. Как Вы нас в этом учёте? Я понимаю, Вы журналист, но попробуйте немножко изменять. Я считаю, Вы очень неправильно. Извините. У нас, может быть, очень тема называется, просто перенатурами. Поэтому, в общем-то, Вы всё правильно говорите. Какие все наши темы. У меня такая, как бы, дурацкая ситуация. Я даю много интервью. Я понимаю, что я попадаю с ним, как бы, самоцитирую. Это я думаю. С другой стороны, интерпретация, которую я потом считываю. Ну, это, Дах закрылся, поехал Давыдович победил. Какой? Дах не закрылся, но пришёл в проектный режим. Я буду делать не репертуар. Про репертуар я уже сказал, я расскажу. Будет делаться проект. Я ставлю спектакль. Играется 10, 12, 15 раз подряд. Не меняя декорации. Потом консервируется. За год накапливается 3-4-5 спектаклей. Потом делаю шоу-кейс для интерпренёров европейских, российских. Какой спектакль покупаю? Когда не приглашается на фестивали, тот живёт. Не покупает, закрывается окончательно. Вот это, как бы, модель, которая будет существовать сейчас. Можно? Да. Какая-то, продолжим. Казитопарта именно русская. Вы, например, так вскоре упомянули о том, что инфраструктура создана. То есть, если будут ключи, будет ли там какая-то маршрутка? Или что-то, чтобы людям, например, с детьми по-новому добраться на машину? Ну, там, на самом деле, от метро 5 минут, ну, 7 минут ходьбы. Это не то, что там в... Это не в детской. Ну, то есть, это там, где дети, то есть, ну, если не грудные дети, на руках. Да и на руках донесут. И, опять, вы сказали, что будет такая сильная детская программа. Можно чуть поговорить? Ну, детская программа, она каждый день будет, если я не ошибаюсь, где-то в выходные дни с 12, в будние, ну, до 6 часов. Это образовательные программы. Там будут и социальные программы, потому что будут привозиться детки из детских домов, интернатов. И для, естественно, детей с родителями тоже. Ну, и там разные, то есть, вот технологических мастер-классов для детей, потому что там робототехника, и айтишники, и языковые, и музыкальные истории, и ремесла. Ну, там, в общем, очень интересно. И она бесплатная, программа детская. Ну, только в будние, выходные дни, выходной билет там, но не для детей, а для взрослых, 20 рублей. В. Пожалуйста, Влад, опять вы его заметили. А тогда вот, например, если разделите публику на сегменты. Какие вы видите сегменты? Кто может чем улучшиться там и как? Да, есть сегмент развлечения, я понимаю, что вы на него тоже, ну, понимаете, что нужно работать. А еще кто? Среди молодых, среди там средних, среди взрослых людей. Как они могут, и чем, и какие варианты улучшить? А от физического присутствия, просто сейчас, прийти убирать, мыть окна, грузить вещи, да, которые нужно грузить там просто. Или нанимать грузчиков, или за деньги, которых нет, или мои же актеры сами это грузят, убирают. Как всегда мы делали, но это, конечно, мне с каждым годом все сложнее это просить у ребят. То есть от такого до банального, у тебя есть какой-то ресурс, ну, например, у тебя есть там выход на хостел, надо поселять какой-то, надо кормить волонтеров, которые готовы работать, но нужно их кормить. Есть, есть транспорт какой-то, да, у тебя, ты можешь, или грузовичок, или микроавтобус, который может решать чисто практические задачи. Глад, координационный вопрос вот в привязке к этому. У вас на сайте сегодня, скажем, существует какая-то координационная служба, куда уже можно обратиться и сказать, ребята, хочу грузить. Или ребята, хочу, мне есть после. То есть какая-то, какой-то обратный адрес, с которым уже сегодня можно связаться. Ну, там точно есть какие-то, я опять же, я так как интернетом не пользуюсь, лично я, да, кроме почты, которые приходят на телефон. Есть, например. Ну, там есть на сайте, думаю, что все какие-то свои, и там, я думаю, туда же выставлены наши потребности. Да, что нужно. Да, это есть. Ну, и банально там даже есть кнопка, в которой можно просто отправить деньги, которые, взять и отправить деньги на счет Google. Тогда у меня страшный вопрос, которая совершенно другая история. Мы, когда начинали с Google Fest, и, собственно, запускали, в первые три, да, мы говорили о геополитическом аспекте Google Fest. Говорили о том, что именно благодаря тому, что Google Fest находится у нас в Восточной Европе, в Европе Центральной, именно здесь получается замечательная площадка, где Европа встречается, ну, пусть не с Азией, но со страшным монстром по имени Евгерской России, и каким-то образом здесь может происходить такое пересечение и переплавка, когда может созидаться новый смысл. Опять-таки прошло иное количество времени. Сегодня контекст чуть сместился, а может быть и нет. Так вы оцениваете сегодняшнюю ситуацию? Или вы вообще уже перестали рассматривать это с точки зрения геополитической? Нет, я понимаю, что точно это, ну, опять, ну, тут или сейчас такой разгоник издавать ответ, да, или пытаться скетчи какие-то говорить, да, если такой скетчинг, да, Украина сейчас играет динамо, ну, не команду динамо, а, знаете, девушки, те, кто может быть постарше сейчас, не знаю, есть такой термин или нет. Ну, то есть, не с тем, не с тем, хая, хожу, не хожу, да, и морочить голову, там, другу. Сейчас этим занимаются наши, там, наши отцы команды. Но они хотят романуть, да, и понятно, что это плохо кончается, никогда не забываешь, что это хорошо кончается.